Сначала сильные морозы с обильными снегопадами, теперь внезапная оттепель. Погода каждый день приносит нам сюрпризы, и мы не всегда к ним готовы. А вот готовы ли к ним щелковские коммунальщики, ведь кто как не они должны приходить на помощь горожанам в сложных погодных условиях. Мы попытались это выяснить, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Снежные будни. Выясним, кто где убрал и куда потом все это навалил. Какая управляющая компания напрягается меньше всех. Составим рейтинг самых нечищенных дворов города. И последствия оттепели, или что местные коммунальщики делают для того, чтобы жители не утонули в лужах. Снегопад это дело конечно красивое, правда последствия сказочной погоды зачастую совсем не вызывают положительных эмоций. Настоящая зима это очень хорошо, но как добраться до работы или магазина, если дороги и тротуары замело? Справляться с этой проблемой должны коммунальные службы, но мы частенько становимся свидетелями того, что работа по очистке улиц ведется почему-то очень выборочно. Где-то чисто, а где-то по-прежнему сугробы. Такая ситуация возникает совсем не потому, что дорожным службам просто не хочется убирать те или иные дороги, а потому что за уборку разных улиц отвечают разные организации. И сегодня мы решили рассказать вам, что кому принадлежит и с кого спрашивать, если на вашей улице никто не наводит порядок. Итак, общая протяженность всех дорог Щелковского района составляет более 158 километров, и как мы уже выяснили, находятся они в ведении разных организаций. Например, Щелковское шоссе и подъездная дорога к Звездному городку – это собственность федеральная. За их уборку отвечает федеральное государственное учреждение ДЭП номер 19. По всем вопросам, касающимся уборки этих трасс, можно обратиться по ниже указанным телефонам. Кроме того, есть в нашем районе дороги и областного значения. За их уборкой следит государственное учреждение Московской области «Мосавтодор». В список обслуживаемых организаций дорог входит Пролетарский проспект, Фриановское шоссе и автомобильная дорога от Щелково до Ивантеевки. Кроме того, «Мосавтодор» также чистит несколько улиц городского поселения Щелково. Первомайскую, Московскую, Советскую, Октябрьскую, Талсинскую. Также в список входят Комсомольская, Заводская, Вокзальная, Центральная, Фабричная и улица Фрунзе. Так что, если вы обнаружили, что одна из вышеперечисленных улиц очищена недостаточно хорошо, или на тротуарах образовались навалы снега, смело звоните с претензиями по ниже указанным телефоном. Остальными дорогами общего пользования и внутриквартальными проездами занимается местное муниципальное учреждение «Дороги и транспорт». Вот телефон, по которому вы можете связаться с его представителями. Ну и, конечно же, вы всегда можете обратиться в администрацию Щелковского муниципального района, а именно в отдел дорожного хозяйства. Там вас обязательно проконсультируют и дадут компетентный ответ. Но остался в нашем списке и еще один тип дорог. Это проезды перед домами и парковочные карманы. За их уборкой должны следить управляющие компании и ТСЖ, но у них это почему-то получается хуже всех. Мы не поленились и решили это доказать. Представляем вашему вниманию хит-парад самых нечищенных Щелковских дворов. А открывает наш рейтинг один из дворов по улице 8 марта. Микрорайон Жигалова и в целом-то выглядит не очень оптимистично в плане уборки снега, но здесь около дома 19 образовалась самая внушительная в окрестностях колея. К счастью, не прошло и пяти минут с начала съемки, как во дворе неожиданно появились сразу несколько работников управляющей компанией ДЭС ЖКХ вместе с трактором и моментально начали убирать снег. Судя по звуку, вместе с асфальтом. А вот на четвертом месте расположился двор перед домом номер 10 по улице Полевой. Здесь управляющая компания тоже ДЭС ЖКХ, и она явно забыла об уборке парковочных карманов и входных групп. Тропинки к подъезду протоптали сами жители. Наведением порядка на парковке, видимо, тоже занимаются они. На третьей строчке нашего хит-парада расположился один из самых парадоксальных дворов города Щелково. Потому что представители ТСЖ дома 3 по улице Советской любят только пешеходов. Автомобилисты же должны сами бороться за свое существование. Колея здесь достигает такой глубины, что многие обладатели машин с низкой посадкой скоро начнут застревать, так и не доехав до своего парковочного места. Поэтому совсем не удивительно, что автолюбители предпочитают передвигаться не по дороге, а по очищенному тротуару. Про парковочные карманы здесь, кажется, вообще забыли. На втором месте, оказывается позабытый всеми, проезд рядом с магазином на улице Космодемьянская. Дело в том, что небольшая дорога находится сразу между тремя домами. 17 Корпус 3, 17 Дроп 4 и 19. Все они обслуживаются разными управляющими компаниями, и каждая из них не может отказать соседу в привилегии убрать на данном участке. А пока коммунальщики играли в галантность, дорога покрылась толстым слоем слежавшегося снега. Итак, кто же оказался на вершине нашего негативного рейтинга? Встречайте! Двор между домами 15 и 21 по улице Талсинская. Здесь в буквальном смысле проблема на проблеме. Площадь между домами делят две управляющие компании. Уже неоднократно упомянутая нами ДСЖКХ и организация Жилсервис А. Около дома 15 дорога с глубокой, хорошо слежавшейся колеей. Около дома 21 огромные кучи снега, счищенные с тротуара и прочих прилегающих территорий. Причем снежные и ледяные горы располагаются около каждого подъезда на протяжении всего дома. О том, что снег с территории нужно вывозить, здесь, похоже, никто не слышал. Детскую площадку между домами управляющие организации любезно предлагают чистить друг другу, но никто пока так и не решился выйти на нее с лопатой. Как вы, наверное, успели заметить, многие участки города остаются неочищенными, потому что коммунальщики просто не могут поделить между собой спорные территории. Вернее, даже так, территории эти они делить как раз-таки не хотят. Скорее надеются спихнуть неудобный участок на кого-то еще. Но иногда желание не перерабатывать настолько велико, что предприимчивые рабочие не только не замечают снежных куч у себя, но и пытаются делиться ими с соседями. Такая история совсем недавно произошла с жителями Талсинской 8А. Тревогу подняла председательница совета дома Нелли Шипилова. Однажды утром она обнаружила, что рабочие подрядные организации ДЭС ЖКХ, ведущие уборку у соседнего дома, свалили весь чищенный с дороги лед прямо на участок под ее окнами, где она с мужем каждую весну создает цветочную клумбу. За прилегающей к дому территории Нелли Васильевна следит сама, и ее труды не остаются незамеченными. Двор вокруг дома регулярно побеждает в различных конкурсах по благоустройству, поэтому жители за свои газоны всегда стоят горой. Но коммунальщикам, обслуживающим соседний участок, кажется, совсем нет дела до прекрасного. Наплевав на объявления и ограждения, они въехали на тракторе прямо на газон и оставили там внушительную кучу грязных ледышек. Но больше всего жительницу возмутило даже не это, а то, что к их дому управляющая компания ДЭС ЖКХ и ее подрядчик никакого отношения не имеют. Их обслуживает другая организация, и почему чужие ледышки внезапно оказались на их газоне, председательница Совета Дома понять не может. На этой притомовой территории мы вложили столько труда, мы ее подготовили к весне, мы засеяли цветной газон. И вот результат. И те люди, которые выполняют вот эту работу, должны за нее отвечать. Не просто приехали и сделали, а должны отвечать и думать, что за этой работой лежит душа другого человека. Два дня женщина пыталась заставить работников ДЭС ЖКХ убрать свою ледяную кучу с газона, но появились те по традиции только во время съемки нашего сюжета. Газон теперь, конечно, испорчен, но Делия Васильевна рада хотя бы тому, что не нужно будет убирать ледышки собственноручно. Чтобы впредь не возникало нелепых ситуаций с непонятно кому принадлежащими дорогами и чужими кучами во дворах, сотрудники администрации района придумали новое мероприятие объезд закрепленных территорий. Это большое выездное совещание, на котором присутствуют представители всех коммунальных предприятий, обслуживающих определенный участок. Мы смогли понаблюдать за работой комиссии в микрорайоне Бахчеванджи. Работники управляющих компаний, Дор Транса, служба озеленения и благоустройства и других ведомств вместе прошлись по территории и проверили уборку на местах согласно схеме. Теперь ни одна организация не сможет оправдаться тем, что какая-то неочищенная дорога или площадка не является ее сферой деятельности. За работу на территории должен отвечать каждый. Мы комиссионно объезжаем каждый вторник территории. Чтобы определить, как содержится территория, зимнее содержание, отрабатываем вопросы жителей, спорные вопросы. То есть проверяем содержание территорий, закрепленных за теми или иными учреждениями, организациями. Ну а теперь перейдем к самой актуальной теме этой недели – оттепели. Ведь она принесла жителям Щелковского района даже больше неудобств, чем прошедший ранее снегопад. Ведь если снег еще можно было убрать лопатой или ковшом, то с лужей такой фокус вряд ли сработает. Так давайте же выясним, какие меры предпринимают местные коммунальщики для ликвидации последствий аномально теплой февральской погоды. Тротуар обледенел и скрылся под толщей грязной воды. Пешеходы выбирают пути обхода, а те, кто уже устал бороться с бесконечными лужами, переходят улицу прямо по щиколотку в воде. Такую ситуацию можно встретить не только здесь, в микрорайоне Чкаловский, но и на других улицах города Щелково. Оттепель всегда приносит горожанам уйму неудобств. Так давайте же выясним, где в городе самые внушительные лужи и какими методами с ними борются или, может быть, не борются местные коммунальщики. Самый внушительный водоем нам удалось обнаружить на улице Беляева в микрорайоне Бахчеванжи. Здесь, в небольшой низине, любой водитель может почувствовать себя настоящим капитаном маленького судна. Сотрудники дорожных служб попытались решить проблему, прокопав протоку к канаве около железнодорожных путей. Но после недавней снежной погоды она забилась и никак не помогает оттоку талой воды. Представители муниципального предприятия «Дороги и транспорт», в видении которых находится этот участок, пообещали, что протоку очистят. Пока же их рабочие трудятся на улице Гагарина в микрорайоне Чкаловский, где сложилась аналогичная ситуация. Какие у нас проблемы на участке, это как улица Гагарина, что мы сейчас с вами наблюдаем, также улица Беляева, микрорайон Щелково-7, это у нас 60 лет октября и улица Недельная, а также Толстинская, дом 18-20. Но водоотводные канавы могут только немного помочь справиться с ситуацией. Сколько ни копай, талые воды все равно будут собираться в низине. Для того, чтобы этого не происходило, нужно внимательно следить за состоянием ливневой канализации. И такая работа в городе ведется. Мы проводили также ремонтные работы по очистке водоотводных систем ливневой канализации на улице Краснознаменская, дом 5, на улице Толстинская, дом 2, а также на улице Первомайская, что в пределах работы мы выполнили свои нормы и вода отошла. Но в случае с улицей Гагарина или улицей Беляева прочистка канализации вряд ли поможет. Просто потому, что ее здесь нет. Еще при строительстве этих дорог водоотводные системы не были предусмотрены. Сейчас муниципальное предприятие дороги и транспорт собирается исправить ситуацию. Ливневая канализация должна появиться везде, где это необходимо. Работы по установке водоотводных систем внесены в план 2016 года. Итак, с дорогами общего пользования мы разобрались. А что же при домовые территории, которые находятся в ведении не дорог и транспорта, а уже управляющих компаний? Ведь именно здесь, как ни странно, мы каждый год сталкиваемся с большими лужами. И совсем не важно, в низине стоит ваш дом или нет. Спастись от талой воды во дворе зачастую просто невозможно. А происходит все это по одной очень банальной причине. И я думаю, вы догадываетесь, о чем идет речь. Помните рейтинг самых нечищенных дворов города, который мы показывали в начале выпуска? Как вы думаете, как сейчас выглядит двор перед домом 3 на улице Советской? Или микрорайон Жигалова? Или дорога перед Талсинской 15? А вот, например, тот самый проезд перед магазином на улице Краснознаменской, который никто не хотел чистить. На его месте уже образовался настоящий заливной луг. Работники управляющей компании, обслуживающей дом 19, всеми силами и инструментами пытаются от него избавиться. Но результат и методы очистки почему-то не впечатляют. Ни нас, ни жителей. Покажут, да, как у нас дорога чистят? Да, вон воду подметают. А рецепт чистой дороги на самом деле совсем не сложный. Нужно просто вовремя убирать и вывозить снег. Если придерживаться этого правила, то подметать лужи метлой потом не придется. Из-за острова на свежень от росту речной волны Выплывают расписные Стеньки розы начали Выплывают расписные Стеньки розы начали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok